Делаем следующее. Мы в прошлый раз не успели до конца доказать теорию существования первообразного корня. Вернее, одним способом доказали, а вот другим способом, а я хотел бы, чтобы второй способ тоже произошел, не доказали. Для того, чтобы доказать вторым способом, мне нужно сейчас доказать следующую леву. Если у меня имеется элемент А порядка Н и элемент Б порядка М, то элемент А умножить на Б, да, да, я еще забыл важную информацию, пусть при этом наибольший общительитель Н и М это элемент А, то при этом элемент А умножить на Б имеет порядок М, Н. А порядок по какому-то... Ну, по какому-то простому модулю, какая разница? Вот, смотрите. Значит, это есть А в степени Н в степени М умножить на Б в степени М в степени Н. А это есть единица в степени М умножить на единицу в степени Н. То есть, это есть единица. Что я сейчас доказал? Что число М, Н обладает тем свойством, что будет единица. Оказывается, что никакой нетривиальный делитель числа М, Н таким свойством не обладает. В смысле, как это... Не А, Б, а вот М, Н взаимно простые. А, Б не обладает тем, что... А и Б это какие-то там числа, меня совершенно не волнует какие. Важно, что их порядки взаимно простые. Вот, это очень важное свойство элементов. Значит, если есть у нас два числа А и Б, и у них у каждого есть порядки, М, Н, причем эти порядки взаимно простые, то в таком случае оказывается, что порядком произведения является именно произведение. Значит, доказательство высшей степени Р стоя. Половина уже прозвучала. Я доказал, что число М, Н обладает важным для нас свойством, что А, Б в степени М, Н это единица. Обладает? Да. Обладает. Теперь внимание. Вы помните, что если число Р это порядок для А умножить на Б, то М, Н должно делиться на Р. Согласны? Согласны. Это общее такое важное свойство. Дело в том, что... Что значит порядок? Это значит, что у нас есть единица, есть число А, Б, число А квадрат, Б квадрат, А, Куб, В, Куб и так далее, и так далее, и так далее по кругу. Здесь будет А в Р минус первый, В в степени Р минус один. Каждый раз умножают на А, Б. Значит, у нас есть Р элементов по кругу, каждый следующий получается из предыдущего умножения на А, Б. Так вот, если бы... Что мы знаем, что здесь написано? Что, сделав М, Н шагов, каждый шаг от движения по стрелке, мы возвращаемся туда, откуда вышли. Если бы М, Н не делилось на Р, то тогда мы сделали бы не целое число оборотов, и, соответственно, получили бы не единицу. Давайте сделаем так. Любой делитель числа М, Н можно при необходимости немножко домножить на какое-то число, на несколько простых чисел. На несколько простых чисел. Значит, рассказываю. Вот у нас число М имеет какое-то разложение на простые множители. Понятно. Вот. Число Н имеет разложение на какие-то простые множители. Не отсюда бета. Вот бета-1, бета-эльта, да? Значит, смотрите, что значит делитель этого числа? Это значит, что R состоит из тех же простых множителей, и степени у них, там, когда берешь P, степень не больше, чем соответствующие альфы, когда берешь Q, степень не больше, чем соответствующие беты. Согласны? Да. Отлично. Так вот, мы... Что значит, что собственный делитель? Это значит, что не везде в точности взяты эти показатели степени, где-то меньше. Так вот, мы возьмем одно из мест, где меньше, а во всех остальных местах догоним, собственно, до этих альфа-бет. Я чуть-чуть... Вы сказали, что сейчас не больше, а почему нельзя меньше? Вроде там... Нет, еще раз. Число R – это делитель произведения. В произведении устроено так. P1 в степени альфа-1 и так далее, Pк, степень альфа-катая, Q1 в степени бета-1 и так далее, QLT в степени бета-эльфа-эльфа-эльфа. R – делитель этого числа. Это значит, что R состоит из тех же простых множителей в некоторых местах в меньших степенях. В одном или местных местах. Так вот, я в каком-то одном месте оставлю, а в остальных местах я дам нуж на соответствующие простые числа. От этого сравнение АВ в степени R, оно не ухудшится. Ну там я домножил на какое-нибудь число S. Но число R умножить на S, оно будет уже иметь такой вид. Это будет MN разделить то ли на P какое-то, то ли на Q какое-то. Разделить на какое-то из простых чисел. Но для определенности, пусть это будет делить на P и T. Извините, а S это что еще раз? То, на что мы домножили. Мы взяли какой-то делитель произведения MN и для того, чтобы нам было легче работать, домножили его немножко на несколько простых чисел, если надо. Чтобы, ну как, ну вот у нас есть, так вы представляете, курс с мешком, это число M. Хорошо. И N это тоже, да? Да. И там, ну, там меньше, чем надо. Так вот, мы в одном месте оставим, чтобы было меньше. Нам же надо наносить, которое меньше или равно MN. Мы же в порядок хочу наносить. Нет. Порядок, мы сказали, пусть R это порядок числа AB. Предположим, что он меньше, чем MN. Понятно, что MN у нас уже годится. Тогда этот порядок будет обязательно делителем числа MN. Это я объяснял вам вот здесь вот. Это мы общий факт знаем, что если любое число в степени дает единицу, то показатель степени должен всегда делиться на этот самый порядок. Дошло? Да. Дальше, внимание, мы начинаем этот порядок воспитывать. Чуть-чуть его начинаем подправлять. То есть, взяли произведение этих чисел, сказали, что число R состоит из тех же простых множителей, но при необходимости надо немножко, понимаете, да? И в результате вот это домноженное число, оно следующим-то свойством обладает. это MN делить на какую-то из пэшек. Ну или на какую-то из пушек. А вы просто сохранили одно из простых множителей, а все остальные домножили. Я сохранил недосдачу. Смотри, у нас с самого начала какого-то из простых чисел какого-то одного или нескольких не было. А может быть не было в некоторой степени. Да, да, да. А ну давайте быстрее. Смотрите, R у нас вообще как выглядит? Это вот некоторый из этих пэшек какой-то степени? В каких-то степенях? Да, в каких-то степенях. Просто на эти пушек. Ну хотя бы для одной из пэшек или хотя бы для одной из пушек. Пусть для определенности из пэшек. Для пэшек. У нас будет в ее степени полная. Да. То есть, если все степени полные, И тогда, на самом деле, как оно и есть, то теорем будет сделано. Но, опять же, получается, какая-то степень неполная. Пусть R будет на степень. Тогда, если мы давно уже... Вот R на все степени... Вообще, недостающиеся, недостающиеся... Да, да, да. Кроме этого поитом. Да, да, и об этом поитом до того, чтобы она стала альфа-ракита минус один... Ну, понятно. Почти долго делал, но последний будет. У нас получится вот такое число. Да, все, все правильно. Спасибо. И смотрите, что у нас получилось. У нас получилась вот эта вот штука. Да? Но R умножить на S, оно забавно выглядит. Ой, забавно. R умножить на S, это вот что такое. Это N умножить на M делить на P и D. Давайте это аккуратно напишем. Это будет, значит, A в степени... Внимание, в какой степени? В степени MN делить на P и D. Умножить на B в степени M, возведенное в степени N делить на P и D. А это что такое? Секунду. Это A в степени MN делить на P и D умножить на единицу... Александр Васильевич, M не делится на P и D. Ну, M, M, это везде, везде надо M. Везде надо написать, конечно, M. Я перепутал. Значит, у нас M здесь, N здесь. Вы поменяете? Да-да-да, я поменяю. Я поменяю здесь A и B, разумеется. Извините. Значит, да-да-да, здесь надо вообще поменять. Значит, еще раз. У меня число A, здесь вот слушали множитель P и D, да? Поэтому это есть MN делить на P и D умножить на B. Так, B показатель равен M. Что мне делать сейчас? B возводите в степени MN делить на P и D. B возвести в степень MN делить на P и D. Слушаю. А вывести в какую степень? Мне надо, чтобы А было в степени его порядка. А сначала в N, а B? А сначала в N сейчас. А потом в N делить на P и D. Ура! Ура! Значит, еще раз. А в N это единица. Поэтому здесь вот это будет единица. Может, это целый номер? Да, потому что вот это натуральное число. Поэтому у меня здесь получается B в степени MN делить на P и D. Внимание. Значит, у меня здесь получилось единица. Значит, вот это число должно делиться на порядок числа M. На порядок числа B. На порядок числа M должно делиться. Значит, MN деленное на P и D должно делиться на M. То есть M должно делиться на P. Вот. Но числа M и N взаимно простые, поэтому N вообще к этому делу отношения не имеет. И мы получили противоречие. Значит, смысл очень простой. Что реально каждый из чисел A и B за счет взаимной простоты чисел MN, что называется, требует своего возведения в степени. Понимаете? Вот. А формальное доказательство такое. Заметьте, что здесь ничего фактически не было сказано о остатках. То есть я бы списал сравнимо. Но если бы это обречь шла в элементах любой конечной группы, то результат был бы такой же. То есть если элементы A и B коммутируют, то есть AB, RAM и BA, то в случае, когда их порядок взаимно простые, мы получаем замечательный факт. Именно что, если один порядок равен N, а другой M, то произведение AB, порядок равен в точности произведению чисел M и N. Вопрос. Как можно применить то, что я сейчас сказал, к доказательству теоремы Гаусса о существовании первообразного конкурса? В первообразном конкурсе пока еще общей числе. Я только доказал свойства порядка полимеров. Так вот, как можно применить это к теореме первообразного конкурса? Очень вкусно. Значит, посмотрите, ребята, у меня есть малая теорема Ферма, которая гласит, что AB-P это единица по модулю P, если A любое число от 1 до B-1. Это малая теорема Ферма. Я беру и разлагаю число B-1 на простые мнения. Получится какое-то разложение Q-1 в степени β1, Q-2 в степени β2, Q-k в степени β2. Дальше я делаю простую очень вещь. Я рассматриваю число B-1 деленное на кубикое. И говорю, что сравнение X в такой вот степени сравнимо с единицей по модулю P имеет не более чем P-1 делить на Q и T, а это меньше чем P-1 решение. В числах от 1 до P-1. Потому что многочлен не может иметь больше корней, чем его степени. Это мгновенное следствие теоремы Безуга. Это наверное помните. Значит, если у нас многочлен имеет корень, то он должен делиться на X-1. Согласны? Да. Согласны. Значит, найдется элемент, у которого вот это число... В общем, что это будет не единица? Найдется элемент, для которого это не будет единица. Давайте подумаем, что же для этого элемента у нас на самом деле будет. А очень забавная штука. Этот элемент, давайте его обозначим буквочкой С и Т. Не-не-не-не, С и Т обладает очень забавным свойством. С и Т в степени... Давайте смотрим, в какой степени. P-1 делить на Q и Т. Сейчас полное внимание. Еще раз. С и Т в степени P-1 делить на Q и Т. Несравнимо с единицей по модулю P. Значит, мы берем любое число от 1 до P-1, которое не является корнем такого уравнения. Значит, уравнение имеет корней не больше, чем его степень. Степень меньше, чем P-1. Значит, такое число С и Т найдется. И дальше, смотрите, какая чудесная штука. Я отдельно запишу те простые числа, которые у меня не Q и Т, и отдельно те, которые Q и Т. И я получу следующую вещь. С и Т в степени... Внимание! Q-1 в степени P-1 и так далее. Умножить на Q и плюс 1 в степени П-1 и плюс 1 на Q КТ в степени П-1 и так далее. И внимание! Вот все это у меня будет возводиться в следующую степень. Q и Т в степени П-1 и так далее. Согласны? Да. И это будет не единица. Это будет не единица. Можно еще? Я не понял. Что? Я не понял. Я... Что вы не поняли? Да. Число С какой-то. Которое не удовлетворяет этому уравнению. Почему она найдется? Почему она найдется? Я долго, упорно объяснял. Поскольку никакой многочлен не может иметь решений больше, чем его степень. А степень многочлена Х по минус 1 делит от Q минус 1, это вот это вот число. Меньше, чем П минус 1. Что? Ну а Х и Т вон те значения от единиц до П минус 1. Если степень меньше, значит дается число, для которого это не единица. Многочлен маленькой степени не может иметь П минус 1 корень. Извините, я все это не говорю. Так вот, смотрите, ребята. Вот это самое число давайте обозначим одной буквой. Где? В и Т. Вот С и Т в такой вот ужасной степени. Это будет В и Т. Давайте сейчас напишем, что у нас с вами получилось. Так, по-прежнему не понимаешь? Степень многочлен, знаешь? Что такое корень, знаешь? Теорема Безу выучила. Многочлен делится на Х минус его корень. В чем проблема? Дальше вас никто не спрашивает. Дальше не надо бабушкой Иванкой быть не надо. В и Т в степени В и Т в степени В и Т минус 1. Это не единица. Это понятно? Да. Это не единица. Но, внимание, В и Т в степени Ку и Т в степени В и Т это единица. Ну да. Почему? Потому что когда здесь намножишь на Ку и Т, то у нас здесь уже будет П минус 1. А П минус 1 это значит малая теоремия Ферман. Внимание. Что же это за элемент такой? В и Т вот в такой степени это единица, а в такой степени не единица. У В и Т есть показатель. Порядок, в смысле. Порядок. Минимальный показатель, когда будет единица. Так вот, этот самый порядок, это делитель вот этого числа. Все делители этого числа это единица, Ку и Т, Ку и Т в квадрате и так далее. Но вот даже такого не хватает. Значит, чему же равен порядок числа, порядок Ку и Т равен чему? Ку и Т в степени Ку и Т. Не Ку и Т. Да, Ку и Т. Ку и Т в степени В и Т. Согласны? Нет. А вот как нет? Еще раз, Миша. Здесь будет единица. Да. Порядок это делитель вот этого числа. Но даже вот такого не хватает. Даже наибольшего из них не хватает. Значит, порядок является такой. А теперь внимание. Чему же равен порядок элемента В1 умножить на В2 и так далее умножить на ВКТ? Неужели по минус 1? Неужели же по минус 1? Да? Да, именно по минус 1. Потому что эти показатели степеней взаимно простые. Не надо просто К минус 1 раз применить сегодняшнюю лему. Дошло? Так не показатели взаимно простые, а все это все. Порядок, 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 я все время путаю. Показатель это, ну, это показатель степени, а порядок это наименьший из показателей, когда будет единица. Так, значит, еще раз, народ. Мы сначала взяли просто, чтобы была не единица, а здесь была бы единица. И так нашли элемент, порядок которого равен В2 в степени В2. Вот он элемент. Но такие числа взаимно простые, и поэтому у такого произведения порядок будет равен произведению. Просто надо по очереди применять лему. Дошло или нет? Угу. Ну что, давайте остановимся. Давай. Спасибо вам, everybody. Спасибо вам. Продолжение следует...